Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Послесловие». Добро пожаловать! В Екатеринбурге готовятся встречать участников Мундиале 2018. В городе уже появился волонтерский центр чемпионата мира. Об этом сегодня поговорим с директором центра волонтера Урала Александром Антимоновым. Добрый вечер. Добрый вечер. Свои вопросы задавайте по телефону 222-0041, абонент «Послесловие». Итак, волонтеры Урала – это буквально единственный центр от Казани до Владивостока, где готовят непосредственно волонтеров. Скажите, это получается, волонтеры для чемпионата мира – это какая-то специальная программа или отдельный центр? Как это будет вообще? Да, действительно, это специальная программа. У чемпионата мира по футболу, как у любого крупного события, есть отдельно своя волонтерская программа, есть определенные функции, на которых будут осуществлять свою деятельность волонтеры. И непосредственно наш волонтерский центр в городе Екатеринбурге будет проводником этой волонтерской программы чемпионата мира по футболу. Вот. Ну вот известно, что будет уже две программы – это волонтеры оргкомитета и городские волонтеры. Поясните, что за программы отдельные будут разные люди этим заниматься или как отдельные задания у них будут? Ну смотрите, тут каждый город организатор и в каждом городе организаторе все по-разному. Я могу сказать только за Екатеринбург. Здесь мы договорились. Во-первых, мы с одной стороны Уральский федеральный университет, на базе которого наш центр расположен, выиграл конкурс оргкомитета чемпионата мира по футболу, чтобы стать центром привлечения подплывки волонтеров по программе волонтеров оргкомитета. А во-вторых, мы с нашими коллегами из администрации города, до Екатеринбурга договорились, что и программу «Городские волонтеры» мы тоже будем обеспечивать и реализовывать. То есть у нас единая точка входа, единый волонтерский центр, внутри которого уже будут две отдельные волонтерские программы. В чем различие, основное различие этих программ в том, с какими клиентскими группами волонтеры будут осуществлять свою деятельность. Если волонтеры оргкомитета будут сопровождать, обеспечивать навигацию, лингвистические услуги и прочие сервисы для сборных команд, которые к нам приедут, судей, официальных делегаций FIFA, официальных делегаций оргкомитета «Россия-2018», то есть для этих категорий лиц они будут с ними взаимодействовать, встречать их в аэропорту, обеспечивать их транспорт, помогать в гостиницах, на тренировочных базах, на самом стадионе и прочее. То есть максимально делать их быт и пребывание в городе Екатеринбурге комфортным. То городские волонтеры, это другая программа, вторая, здесь наши волонтеры будут взаимодействовать с болельщиками, иностранными болельщиками, которые приедут со всего мира, мы надеемся на это, иногородними болельщиками, которые приедут из других регионов России, и, соответственно, жителями города Екатеринбурга, которые непосредственно также станут участниками такого большого глобального события. И у этих волонтеров задача будет немножко другая. В первую очередь информирование, то есть информирование о городе, о достопримечательностях, создание, опять же, комфортных условий пребывания болельщиков и, что немаловажно, жителей города, в городе Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу. Значит, эти волонтеры, волонтеры городские, будут, так сказать, взаимодействовать в шлях деятельности на информационно-туристических пунктах, которые будут расположены в аэропорту, уже до вокзалах, основных транспортных узлах, на пешеходных маршрутах. Многие улицы в Екатеринбурге станут пешеходными на время чемпионата мира по футболу. И непосредственно на территории фестиваля болельщиков. Вы уже сказали, что в город приедут представители других регионов. Скажите, кого нам ждать? И открылись же центры и в других городах. Зачем они сюда-то будут приезжать? Что касается непосредственно волонтерской программы, мы действительно ставим перед собой задачу стать таким интегратором активности волонтерской на территории Российской Федерации от Казани до Владивостока. Плюс уже у нас наши коллеги из других вузов, из университетов Казахстана, также выразили желание после универсиады 2017 года со своим опытом приехать помочь в Екатеринбурге провести мероприятие. То есть мы ставим перед собой задачу, чтобы чемпионат мира по футболу стал праздником не только в Екатеринбурге, но и для тех молодых и не очень молодых людей, волонтеров, которые живут в восточной части нашей России. И мы готовы принимать у себя здесь и использовать опыт, который есть у волонтеров из других регионов для того, чтобы в Екатеринбурге провести мероприятие на самом высшем уровне. А сколько ожидается волонтеров, сколько будут людей работать непосредственно на чемпионате? Всего около 3000 волонтеров. Это непосредственно в городе Екатеринбурге по двум программам волонтеров, комитетные городские волонтеры. В принципе, если касается всего чемпионата, то планируется привлечь к Кубку конфедерации 5000 волонтеров и к чемпионату мира по футболу 15000 волонтеров. Это конкретно в нашем городе только? Нет, это по всей России. В нашем городе 3000 человек. Это такая пока что предварительная цифра волонтеров, которые необходимо будут задействовать для мероприятия чемпионата. Вы уже сказали, что и молодые студенты не очень. Илья Федорович спрашивает, кто может поучаствовать? И могу ли я в 55 стать волонтером? Смотрите, у нас есть и ограничения по возрасту, нижняя планка. То есть мы приглашаем к участию в волонтерской программе кандидатов в волонтеры, которым исполнится на момент чемпионата 18 лет. 18 и более лет, соответственно. То есть совершеннолетних, потому что есть определенная специфика работы, мероприятия на фан-зоне вообще будут, скажем, в позднее вечернее время проходить. Болельщики футбольные – это опять же специфическая категория населения. Поэтому мы тут только совершеннолетних приглашаем к этой деятельности. Но опять же не сейчас надо, чтобы было 18 лет, а на момент начала чемпионата. Это важно. То есть 17-летние могут сейчас заявку подать и через... Я вам более скажу, 16-летние могут подать заявку, да. То есть мы рады будем видеть всех желающих. По поводу верхней границы. У нас нет верхней границы. У нас были волонтеры 77-летние уже на мероприятиях эстафеты Олимпийского огня, допустим, в городе Екатеринбурге. И, в принципе, история любых крупных мероприятий знает волонтеров серебряного возраста, которыми за 90 бывает. Поэтому 55 – это только начало для волонтерской деятельности и карьеры, может быть. Но кроме возраста, есть ли какие-то критерии, что должен уметь, навыки, какие иметь должен волонтер? Да, конечно. Уже сейчас сформирован перечень навыков. Мы их называем компетенцией. Это, в первую очередь, командность. То есть умение работать в команде, как ни крути. Волонтеры – это одна большая команда, трехтысячная. И необходимо будет уметь находить, скажем так, различные пути взаимодействия с своими коллегами, теми же самими волонтерами. А потом – это стрессоустойчивость, что немаловажно при коммуникациях с людьми, которые что-то хотят от тебя получить. Это коммуникабельность в эту же копилочку общения с людьми. Это организованность, то есть умение организовать себя в свое время. Это проактивность, то есть умение принимать быстро, оперативно принимать решения и брать ответственность на себя. Вот такие вот компетенции. Но это такие вот качества, которые на бумажке написать, тест не пройти, как, например, со знанием английского языка. Как проверяться-то будет? Например, человек пришел, сказал, я коммуникабельный, стрессоустойчивый, а на самом деле не такой. Просто хотел бы поучаствовать. Я немножко сейчас о качествах еще закончу и перейдем вот к этому вопросу. Важно действительно знание языков, как вы сказали. Обязательное. Обязательное условие. Действительно, знание как минимум английского языка на уровне, близком к разговору. И русского, наверное. Ну, русского, безусловно, как базового родного языка. Вот. Английский язык. Приветствуется знание второго языка. То есть это, ну, так вот, примерно мы для себя представляем это испанский, португальский, французский. Вот такие вот языки тоже будут у нас, ну, скажем так, потребностью. А восточный, например, из-за чего японский знает, китайский? Тут будет зависеть все-таки от того, какие команды будут играть в городе Екатеринбурге и, соответственно, какие болельщики приедут к нам. Как только мы это узнаем, непосредственно мы сделаем уже акцент такой, ну, на определенные позиции, на, значит, волонтеров со знанием определенных языков. Вот. И что самое главное, необходим к моменту чемпионата мира футбола опыт волонтерской деятельности. То есть мы уже сейчас всех приглашаем принимать участие в наших мероприятиях. А если нету опыта? Я вам скажу, в нашем регионе, в нашем городе, в Уральском университете колоссальное количество мероприятий. Мы силами наших волонтеров обеспечиваем более 200 мероприятий в год. И с каждым годом количество мероприятий растет. Это как городские мероприятия, да, небольшие, так и крупные федеральные проекты. У нас осталось так много времени, давайте расскажем, можно ли еще подать заявку, куда обращаться, чтобы стать волонтером. Я вам скажу, рано еще подавать заявку, надо подождать немножко. Во втором квартале 2016 года, предварительно, скажем так, летом, в начале лета, дату не могу пока разглашать, стартует заявочная кампания. Значит, по программе волонтеров комитета заявку можно подать на официальном сайте FIFA. И, соответственно, в программе городские волонтеры на официальном сайте города-организатора Екатеринбурга. То есть, как бы, две точки входа, где куда можно подать заявки, оставить свои личные данные и так далее. Вы говорили о том, как проверяются компетенции. После подачи заявки все кандидаты-волонтеры проходят процесс отбора. Сначала это онлайн-тесты, как раз-таки на выявлении этих линк-компетенций есть методики. Мы будем надеяться, что все равно это не так скоро произойдет, что все желающие пройдут, пройдут тесты, станут стрессоустойчивыми. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Сегодня мы говорили о волонтерском движении на Урале. Доброго вечера.